Это мой любимый уровень сложности в фазмофобии. За него дают много денег, он интересный. Это тот уровень сложности, который до сих пор немного пугает меня, играя в эту игру. Наиграв почти тысячу часов, а то и больше, я не знаю, я уже сбился со счета. И учитывая прошлое обновление, в котором теперь есть полноценная система прогрессии, где нужно вам прокачивать тиры, я так подумал, может быть, вернуть что-то подобное рубрике, где я просто играл обычные игры в фазму без каких-либо челленджей, старался выполнять задания. Плюсом здесь сейчас я еще и буду стараться выполнять идеальное расследование, то есть фотографировать все подряд. Может быть, вот эту вот штуку вернуть на канал, только как-нибудь ее по-особенному назвать? Ну, типа, есть кошмар, есть безумие. Что можно? Ночной кошмар? Или как? Или фосмофобия? Фосмофобия адская сложность, нет, фосмофобия ад. В общем, пишите в комментариях свои предложения, если хотите, чтобы я подобную рубрику завел на канале, где я буду вот на таких вот специальных сложностях играть. Так, призрак где-то дал мне знак, можно, в принципе, добавить еще и одну улику, чтобы было еще интереснее играть. Потому что тогда нам придется еще и приносить сюда предметы и всякое такое. Дай мне знак, покажи себя. Сколько тебе лет? Так, я хочу найти косточку, прежде всего. Дай мне знак, покажи себя. У нас начальный рассудок 75%, у нас таблетки ничего не восстанавливают, поэтому, в принципе, смысл в том, что я их взял с собой ноль, но, тем не менее, 75% рассудок есть. И сейчас на нас пока что не начали охоту всякие там привидения, поэтому я думаю, что это не Тае. Возможно, все еще это демон, потому что вряд ли у меня рассудок успел до, ну, на 5% еще снизиться. Потому что теперь рассудок немножко по-другому падает, не так, как раньше. Теперь, если вы в комнате с включенным светом, то у вас вообще все замечательно по жизни. И у вас никогда рассудок не упадет. Вы наверняка давно хотели себе купить что-то в Стиме, но не могли, из-за проблем с пополнением кошелька. Так вот, сейчас я вам расскажу про Steam Купикод. Этот сайт поможет вам быстро и очень дешево пополнить кошелек в Стим. И потратить эти деньги на свою заветную мечту. Ведь там самая низкая комиссия на рынке. Сайт не просит у вас вводить пароль от вашего Стим-аккаунта, только логин. Так что ваш аккаунт будет всегда в безопасности. По моему промокоду Delimur комиссия дополнительно снизится на 2%. Делается все в пару кликов. Вы переходите по ссылке в описании этого видео, вводите свой логин. Логин Стима вы можете найти вот здесь вот. Вводите нужную сумму и пополняете. Впрочем, справа под рукой будет удобная и подробная инструкция. И вы можете заметить внизу кадра, что тут можно пополнять и казахстанские аккаунты Steam. На сайте есть удобный калькулятор, который сам посчитает для вас по актуальному курсу. Также вы можете авторизоваться на сайте через Телеграм или ВКонтакте и получить 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей теперь действует постоянный кэшбэк за каждое пополнение. И для любителей халявы на сайте постоянно проходят розыгрыши новинок. Так что ссылка в описании может спасти ваш день. Спасибо, Steam Купикот. Дай мне знак. Так, окей, он где-то возможно здесь, мне кажется. У нас ливень, кстати говоря, погода. Она случайно абсолютно выставилась, то есть я ее не ставил. Хотя если вручную поставить ливень, то очень-очень сильно увеличатся награды. Так, подожди, направленный микрофон нам не нужен. Нам нужно достичь рассудка, 25% стать свидетелем и... Окей, я тогда возьму две соли. Возьму две соли. И вообще было бы неплохо, на самом деле, еще и распятие взять сейчас, потому что оно нам пригодится. Ибо у призрака безопасный период всего лишь одна секунда, то есть он заспавнится, моментально на нас побежит. Так что нам нужно быть на чеку, нужно быть наготове. И, кстати говоря, стоп, да. Чтоб вот сейчас не провафлить этот момент, давайте я вот что еще сделаю. Вот, перетащу свечки. Да, возьму хотя бы две свечи. Не, ладно, давай даже три свечи возьму, вот, да. Лучше три. Так, раз, два, это пока что скину. Возьму сразу благовоние с собой. Так, свечу одну положу, ну, поставлю где-нибудь здесь, распятие. Одно пускай здесь, в общем-то, да, находится. Второе пускай где-нибудь здесь. Дай мне знак, покажи себя. Дай мне знак, покажи себя. Так, я пока что не знаю, где призрак, поэтому я и не буду рисковать сейчас соли рассыпать везде подряд. Я буду играть грамотно. Я буду играть так, как будто бы я умный. Вот оно что. У нас может быть как здесь, так и там, потому что я толком не понял, откуда взаимодействие слышалось. Дай мне знак, покажи себя, сколько тебе лет. Мне показалось, он сейчас скинул что-то в гараже, как будто. Наверное, показалось, потому что все вроде как на своих местах находится. Дай мне знак. Опа, на стоп. Здесь у нас пара изо рта идет. Значит, соответственно, вот, скорее всего, это и комната призрака. Так, я тогда пока что сложу вот сюда благовоние и все вот это вот перетащу. И давай принесем распятие в гараж. Оно нам пригодится. Значит так, раз, давай, два, подожди, вырубай. Стой, стой, стой. Не делай ничего. Подожди, подожди. Ща, 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 я быстро, пацан, подожди, подожди. Не охоти, не охоти только. Ща, ща, ща. Две секундочки. Две секундочки буквально. Раз, два давай, не знаю, пускай будет просто соль здесь. Потом раз, два и идем зажигать свечки. Ну и еще рассыплю соль немножко. Так, значит, получается, эту бамс зажигаем. Зажигаем и зажигаем. Все, хорошо. Ну и давай, не знаю, вот тут вот еще тоже вот это вот рассыпем немножко. Дай мне знак, покажи себя, сколько тебе лет. Было бы неплохо вообще сгонять, да. Было бы неплохо сгонять за какой-нибудь электроникой. Например, вот просто фонарик взять с собой. И возьму еще заодно благовония дополнительно. И, наверное, направленный микрофон, чтобы... Хотя, так, благовония. Хотя, ладно, у нас благовоний много там, поэтому я благовония не буду брать. Я сделаю лучше вот так вот. Возьму вот это и два датчика движения. Посмотрим, может быть, это банши. По датчикам движения проще, мне кажется, будет отследить, нежели по направленному микрофону. Потому что там все-таки вероятность не стопроцентная. Банши гораздо чаще именно обычным. Ай-яй. Так. Окей. Призрак у нас не испарился. Призрака мы сфоткали на три звезды. Значит, соответственно, хорошо. Пускай он там стоит, подумает над своим поведением. Он пока что свечки не тушил. Так, дай мне знак. Покажи себя. Он вернулся обратно в комнату. Вот только что мы видели. Он задул раз свечу. Свечу. Так, я не буду ее зажигать. Я просто вот эту перетащу на вот это распятие сверху. Он должен задуть две свечи и, соответственно, начать охоту. Хотя у нас, опять-таки, может рассудок уже обсадиться, в принципе, до момента, когда он сможет начать охоту. Главное, чтобы они не догорели, пока он родит их потушить. Потому что, может быть, это мираж? Вот он, мне очень не понравилось то, что он прошел подачку движения, но не потопал в соли, заходя в комнату. Может, конечно, теория быть такой, что он вот так вот прошел, да, типа, аккуратненько обошел соль, такой, ха-ха, я его сейчас обманул. Он подумает, что я мираж. Может быть. Но, молодой, меня так просто не проведешь. Так, еще раз свечу затушил. Ага, еще раз свечу затушил. Так, и третья свеча, возможно, сейчас затушит и сразу же начнет охоту. Если так и будет, то это анрё. То это будет анрё. Потому что именно анрё так делает у нас. Так. Эм, подожди, дядя. Блин, вот сейчас очень-очень плохо. Я прям подошел к нему. Я хочу эту свечу вот сюда перетащить, чтобы она прям на распятии была. Так, ну-ка. Он пошел куда-то. Ага. Он куда-то потопал. Он куда-то потопал. Подожди, я стану здесь. Может быть, он ко мне притопает? Ну-ка. Правда, если так, то опасный момент происходит сейчас. Так, ладненько. Я вот что сделаю лучше. Зажгу-ка я свечу. Вот это. Ой, стоп. Ну, кстати говоря, смотри, он задул свечу и... Свечку и... Он не задул моментально мунту. То есть... О чем это нам говорит? Да, на самом деле, много о чем это может нам говорить. Но в первую очередь о том, что это, скорее всего, не Анрё. Я думаю, это не Анрё. Потому что Анрё бы сразу затушил просто и ту свечу. И, ну, соответственно, попытался бы охотиться. Ну, как бы вместо распятия, да, затушил бы свечу. Так, он потрогал тут электрощиток. Я его давай сфоткаю. Если получите, конечно. Ну-ка. Снимки взаимодействия. Да, все замечательно. Так, Костя, я нашел. Это все я нашел. Мне кажется, это мираж. Мне кажется, это просто-напросто мираж. И поскольку это мираж... Ммм, да. Это будет очень опасно. Соответственно, потому что... Знаешь почему? Потому что он может на меня тпшниться. И вот, и все. Так, я в таком случае выключаю здесь свет. Я побегу сразу просто на кухню. Я выключу свет, чтобы обсадить рассудок себе. Так, он снова затушил свечку. Даже она тут догорела, походу, сама. Потому что, да, видишь? Да, она догорела сама. То есть вот смотри сейчас внимательно, как бы, видишь? Он сейчас не охотится. И кажется, что я очень долго в доме, да. Типа, много времени провел. И все такое. И вообще, наверное, это тень. Вот. Ну, на самом деле, может быть, это и тень. А, потому что все-таки, может быть, реально так просто совпало, что он до сих пор не потопал в соль. Не наступил, да. Но все дело в том, что, как бы, рассудок теперь по-другому немножко работает. Теперь у нас, когда мы в комнате с включенным светом, у нас вообще не садится рассудок. Из-за этого могло сейчас реально произойти такое... Может произойти, в принципе, такое, что он миллион лет не будет вообще никак охотиться на нас. То есть, ну, пока гост-ивентами нас не закидает, вот так вот, да, и не обсадит рассудок. Красиво, гост-ивент был красный. И у меня, по сути, должен уже быть рассудок низким достаточно для того, чтобы он начал охоту. Потому что дважды я коснулся его во время гост-ивента. Это значит, что у меня минус 20% рассудка, да? Как бы 55. Я думаю, 5, ну, у нас уже должно было обсесть. Дай мне знак. Может быть, это тень? И поэтому не охотится, когда я у него в комнате нахожусь. Так, подожди-ка вот. Да, я вот так вот, смотри, сделаю. Раз 5 я перетащу из его комнаты. То есть, оно по-прежнему как бы достает до меня. Вот на мне он ровнее не заспавнится. Я туда сразу побегу просто, как только пойму, что он спавнится. Так, он вообще куда-то, он переместился. Так, окей, охота. Угу. Охота. Так, иди-ка сюда, молодой. Проверим на Они, на Фантома, на вот этих всех. Это не Они, не Фантом. Это не Полтер. Это не Полтер, это не Они и не Фантом. Так, ладненько. Ну-ка, иди-ка сюда. Опять-таки, смотрите, в соли не потопал. Еще раз ведем его сюда, чтобы он вот так вот по соли и по той, и по этой прошелся. И он снова в соли не топает. Значит, это... Это 100% мираж. Это 100% мираж. У меня рассудок до сих пор не обсел. Достаточно. Ну-ка, может быть, сейчас обсядет. О, теперь обсел. Вот, теперь мы можем, в принципе... Ну, как нам фотки, как нам альбом забить, правда, я не знаю. Нужно еще раз, два, три, четыре, пять, шесть фотографий целых еще надо нам. Шесть целых фотографий. Это не тень, это именно мираж, да. Он просто не охотился долгое время. Ну, он в соль тупо, вот, не наступил. Дай мне знак, покажи себя. Да, 1-1,5 я, конечно, слабенькое. В принципе, то есть, допустим, вот... Вот еще раз, смотри. Не, ладно. Я хотел привести его прямо на соль, чтобы он на соль закончил гост-эвент. Но не успел. Но в любом случае, я думаю, это стопроцентный мираж. Он не топал в соли. Я не знаю, как такое вообще может быть, если это не мираж. Но я всегда сомневаюсь, потому что это фазма. Потому что здесь может что угодно приключиться. Вот. Так, он эту дверь потрогал. Ага, раз. Блин, я бы вот... Я бы тебя сфоткал, если б я тебя до этого не сфоткал. Съешь распятие, пожалуйста. Жалко, что его нельзя до бесконечности фоткать. Было бы классно. Так, ну-ка. Куда пошел? Я тут. Алло. Во, идет. Красавец. Ты посмотри, а. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Смотри, какая соль. Смотри. Смотри, две кучки. Иди сюда, говорю. Блядь. Ёп твою мать. Иди сюда. Раз. Прямо по соли прошелся. И не наступил. Смотри. Вообще бред. Все. Сто процентов. Правда, вот он не совсем не жрет распятие у меня. Эх. Ладно, подожди. Давай попробую вот на машину закинуть вот это. Вот это просто поближе положить. Может быть так хотя бы он... Ну, это как бы спустится на землю, да, к нам смертным. И соизволит кушать распятие. Дай мне знак. Потрогал щиток. Потрогал щиток, да. И там, кстати, дверь потрогал. Я не сфоткал. Ну, ладно. Ну, спасибо. Ты не оне. Да, я знаю прекрасно. Давай охоту начинай. Попробуй начать охоту. Попробуй съесть распятие. Да распятие, я говорю. Распятие. Смотри, какое красивое, а. Да ёб твою мать. Ну. Не достает до него распятие. Очень сложно. А если бы вот у меня сейчас задание было заставить призрака съесть распятие. Что бы я делал? Да. Видишь, кресты вот эти вот красивые под машиной лежат. И на машине один. Мне нужно, чтобы ты их съел. Пожалуйста, съешь их. Можешь? Спасибо. Давай. Я в тебе верю. У тебя обязательно все получится. Ты не расстраивайся, если, да. Вот. У тебя получится. Так, я знаешь даже, как сделаю? Я вот так вот сделаю, реально. Я просто положу вот так распятие, чтобы вот так вот было. Дай мне знак, ну. Давай. Ешь. Потому что он чаще всего спавнится именно в этой части как-то. Сейчас он, блядь, на кухне взаимодействует. Что с тобой случилось? Энтони Барбер. Энтони Барбер. Алло. Ебать. Нет, ты серьезно? Где ты там, блядь, нашел миллиметрик, чтобы заспавниться? Что? Ладно, я понял. Новый призрак Фазми. Игнорируют распятие. Мы вообще на них насрать. Все. Как я и хотел. Призрак называется Охотник. Охотник из, блядь, потустороннего мира. Давай. Охотник из Ада. Ага. Ну-ка, подожди. Вот я хочу проверить. Пиздец. Ты посмотри, сколько там места. Ты посмотри, там... Как? Он тупо, он издевается. Он ищет специально место, где можно заспавниться. Вот прям миллиметр в миллиметр, чтобы тебя не... Вот, ой, блядь, тут надо по-любому вот так вот положить, потому что иначе он. Ну-ка, стоп. Еще раз взаимодействие, верно? Верно. Раз, два, три. Мне три фотки осталось, пожалуйста. Энтони Барбер. Энтони Барбер. Энтони Барбер. Барбарис. Барис. Барис, блядь. Барис. Барис по-братски. Барис. Боря. 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 Давай поговорим. Ты ж мираж, ты пешнись на меня, давай ночная охота. Что? Он потрогал дверь? Или у меня послышалось? Не знаю. Может быть, послышал. А может и нет, кто его знает. Давай, Боря. Боря, Боря, Боря. Боря, 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 Боря. Давай, давай, давай. О, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да ёп твою мать. Давай. Вот, вот тут вот тебе хватит. Смотри, видишь? Замечательное распятие. Прекрасное, превосходное, красивое, уникальное. красивая пиздец но ну скушай о нормально давай 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 охоту начинаю охоту охота охота убивать кушать крушить давай давай кушать звуки из потустраннего мира да ебать ты чё резко они решил скопировать так подожди вот сейчас я даже вот так вот сделаю смотри ну давай охота охота атака атака охота так атака атака охота бля и сейчас он там заспавнится вот сто процентов такое чувство что каждый раз после охоты я его благовоняю при этом я его не благовоняю давай иди сюда что ну вот теперь ешь теперь я же распятие давай вот если быть если бы можно было здесь фотографировать призрака несколько раз у меня бы сейчас весь альбом был забит фотками призрака я такого еще не встречал даже они у меня блин так себя не ведет как он сейчас дай мне знак начиная охоту начни охоту дай мне знак молодой пожилой человек ну блять ну ты угораешь да ёб твою мать ой ладно я перемещу вот так вот раз 5 и обратно все дай мне знак где он здесь что ли вот эту дверь потрогал взаимодействие да давай еще что-нибудь пожалуйста ну сейчас последний вообще вот сейчас еще одно взаимодействие даст и после этого уже съесть распятие чтоб я сфоткал не сожженное распятие а именно взаимодействие еще одно которое будет на этом распятие блять да ты что что ты там делаешь как прочего взял ушел тупо ушел и вот там начал охоту но это прям призрак 400 айкью что за мувы такие киберспортивные а ты меня не догонишь а даже если впрочем-то и догонишь то у меня есть благовония дядя и я вообще спринт умею использовать так что дай мне знак что блять он здесь где-то дверь потрогал я не знаю какую поэтому я не рискну фоткать сейчас но он короче какую да блять какую и только я отвернулся ладно стой вот вот так вот он 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 вернулся обратно он как будто бы вернулся блять я уже хотел сфоткать ну молодец ну да этого нам еще не хватало ты конечно умница вообще замечательно он понят раз взаимодействие вообще жестко сфоткал прям плотную чтоб максимально чтобы блять 5 звезд дали о ну ну да да и взаимодействие спасибо большое спасибо большое понтон ой пулять мираж да 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 это то что мне надо взаимодействие не сажен на распятие за которое много денег дают взаимодействие сухо призрак тролль пошел нахуй миража удаляем из игры завтра и так давайте посмотрим сколько мне дадут вот идеальное расследование между прочим идеальная и 3645 подожди еще ладно нет сто еще не все 3815 ну учитывая еще бонус за задание за день и кстати говоря если б я не получил 50 долларов за фото мне пойти 100 долларов не дали было бы классно кстати блин а вы прикиньте если все вот это вообще умножалось этаж этаж ебать от чего было бы это вообще с ума сойти можно было бы и так я открыл радиоприемник опять же повторюсь если хотите было бы мне кажется очень прикольно такую рубрику завести на канал потому что с каждым видосом мы бы что-то новое открывали возможно да что-то там смотрели какие-то может быть ну короче обычная как бы игры да но вот теперь есть система прогрессии поэтому постоянно было бы какая-то прогрессия соответственно вот поэтому если интересно пишите комментарии вот и да подписывайтесь на мой телеграм-канал там анонсы стримов там вы узнаете когда я стримлю там всякие интересные новости о том что я планирую сделать там или буду делать или что я сделал как я сделал чё-то такое вот в общем-то телеграм для меня это как ну там я с вами делюсь короче совсем на постоянном до на постоянно основе на таком дружеском уровне типа рассказываю всякие штуки короче общаюсь общаюсь вот поэтому если хотите типа как-то чуть-чуть ближе законнектится до со мной и всем вот этим комьюнити то добро пожаловать ну все всем пока